Парадные залы особняка Румянцева, обители изящного вкуса и изысканных интерьеров. Тот случай, когда неотразимая роскошь еще как отражается в 115 зеркалах. Миниатюрных, спрятанных внутри медальонов. В самом большом в городе, размером с квартиру-студию. А также в ручных, дорожных, настольных. Выставка с той стороны зеркального стекла. Один из самых завораживающих предметов во всем своем разнообразии. Большая часть выставки — предметы 19 века. Тот период, когда в Европе мода на зеркала была в самом расцвете. Ими украшали далеко не только парадные залы и гостиные дворцов. Все дома маломальские состоятельных людей были украшены зеркалами. Шкатулки, медальоны, пудреницы. Есть даже многофункциональное зеркало. Умная шкатулка. Человек все время мог наблюдать время, в течение которого он находится за созданием своего макияжа. В зеркало монтирована музыкальная шкатулка маленькая. Умное зеркало в рабочем состоянии, но из-за того, что оно находится за стеклом, включить его музыку не получится. Но нам поможет магия монтажа. Иметь с дома много зеркал было почетно, но большое зеркало – предмет особой роскоши. Этому экземпляру нет равных во всей северной столице. Работа петербургских мастеров начала 20 века. Владелец этого дома, Лев Михайлович Кочубей, решил поразить Петербург самым большим зеркалом. Площадь его 18 квадратных метров. Зеркало выполнено единым листом. Серьезное технологическое достижение для тех лет. Надо было еще его довезти сюда и внести в этот дом. Что само по себе и сложнейшая транспортная операция. Дабы ее провернуть, пришлось разобрать оконный проем особняка. И вот уже больше 100 лет царь зеркала находится на своем месте. Золоченый стол с зеркальной столешницей, выполненный по проекту Агюста Монферрана. Напротив, экспонируется впервые. Король на этой экспозиции этот стол великолепно представляет второй половины 19 века. Он долго находился в фондах музея, в довольно таком сложном состоянии, почти руинированном. И специально был подготовлен к экспонированию. Что примечательно, разместили в стол в зале «Мираж», как бы намекая, что зеркала могут быть не только произведением искусства, но и таинственным спутником нашей действительности. Зеркало, знаете, используется в разных ипостасях. И известно, что девушки, глядя на свечку в зеркало, должны были увидеть изображение своего суженого. Только ли девушкам дозволяется гадание? Ну, история об этом умалчивает. Ну, раз умалчивает, значит, не возбраняет. Что ж, немножко магии. Вуаля, приступим к гаданию. Попробуем. Главное, очень внимательно смотреть в глубину зеркала и ждать, когда появится изображение суженого. Мне суженый не нужен. Что ж, попробую разглядеть свою судьбу. Ой, неспроста говорят, зеркало – ключ к тайне.